Пум-пу-рум-пум Всем привет! Ребята, у меня для вас важные новости. Я обещаю вам, что я снова выхожу на регулярный график, буду снимать раз в неделю. Если у вас есть пожелания, что мне снять, какие видео напишите в комментариях. Я выставила опрос, какое видео мне снять, и большинство из вас проголосовали за Storytime. Я никогда не снимала подобные видео, поэтому давайте попробуем, что из этого получится. Расскажу вам одну ситуацию из своей жизни, когда мне угрожали родители моего бойфренда. И еще несколько жестких ситуаций из моей личной жизни. Если это видео наберет 50 тысяч лайков, так я пойму, что вам нравится, и сниму еще. Готовьте попкорн, садитесь поудобнее. С чего бы начать? А, в общем, в моей жизни много лет назад, достаточно давно, были отношения. Сейчас такая картинка. Саша в паутине, Саша уже 5 лет без парня. Нет, это не так. Я уже не переживаю из-за этих ситуаций, отношусь к ним с иронией. И в моей жизни есть замечательный человек, с которым я общаюсь. Но мы сейчас не об этом. Мы мотаем назад, назад, назад. История начинается, как у всех нормальных людей. Давным-давно был парень, была девушка, то есть я. И мы друг другу нравились, встречались, потом расстались. И у него потом появилась новая девушка. Проходит несколько лет. Как-то вечером я сижу в своей спальне, спокойно переписываюсь с кем-то в телефоне. И тут вдруг мне приходит сообщение в iMessage от неизвестной почты. Я со спокойной душой открываю сообщение, начинаю смотреть что-то. Смотрю, мои сиськи. Стоп, это же мои сиськи. Начинаю смотреть почту, от кого это сообщение пришло. И понимаю, что это почта новой девушки, моего бывшего парня. Дальше хуже. Тут мне приходит второе сообщение, которое содержит просто подмигивающий смайлик. Да... Может быть, я в тот момент как-то недопоняла ее. Может быть, она пыталась ко мне подкатывать. Я не знаю, но как бы ситуация в голом виде выглядела именно так. Я не знаю, что это было, я пытаюсь успокоиться, ложусь спать. Просыпаюсь на следующее утро и понимаю, что эти фотографии висят в пабликах в интернете. Как бы... Ладно, если бы они хотя бы были симпатичные. ВПШ, я вас люблю. И когда я делала эти фотографии, ну никак мне не могло прийти в голову, что они кому-то когда-то понадобятся. На тот момент я очень переживала, потому что мой бывший слил мои интимные фотографии в сеть через свою девушку. Причем этим фотографиям дофига лет. Ну как бы это было очень давно и... Все выросли. Я всех прощаю. Я надеюсь, за мои ошибки меня тоже все прощают. Вы знаете, кто вы. И мы двигаемся к следующей ситуации. Это было, ну лет, не знаю, уже 6 назад, наверное. Проходит немного времени и я уезжаю учиться в школу в Швейцарии. А там у меня как-то налаживается жизнь, появляются друзья. Вообще не грибочки. Я начинаю замечать, что я стала реже выходить на связь с парнем, который мне на тот момент нравился. Это была бординг-школа. В комнате жило по 2-3 человека. И значит, в какой-то учебный день ко мне подходит моя соседка по комнате и говорит. Саш, а кто такой? Я говорю, а откуда ты его знаешь? Она начинает мне объяснять, что этот парень пишет уже который день ей и многим моим одноклассникам с целью узнать, где я и чем я занимаюсь. Как он их находил через геотеги. Мне было очень стрёмно. Потому что через пару дней ко мне уже начали подходить чужие люди со словами. Саша, мне пишет какой-то пацан о том, что с тобой не надо дружить и общаться. Кто это? Я понимаю, что в тот момент, наверное, нужно было обсудить все разногласия и как-то свести всю эту ситуацию на нет. То есть, понимаете, да? Человек из другой страны вместо того, чтобы написать мне напрямую, писал людям, которые учились со мной в одной школе, где я, чем я занимаюсь, с кем я, сколько я сегодня спала. Я, наверное, действительно не очень красиво себя вела по отношению к этому человеку тогда, за что я хотела бы извиниться. Но это была очень странная, ненормальная ситуация. Ну и как бы последняя, самая жесткая ситуация. Мы уже подходим к кульминации этой части Одиссея о личной жизни Саши Спилберг. Все, за мной уже летят. Это тоже было достаточно давно. С этим человеком мы достаточно долго встречались. Как-то все так быстро закрутилось. Все было мило. Мишки, конфетки. В общем, конфетный период. Но получилось так, что его родители были некие разногласия с моими родителями. Наши семьи были немного разные. Сильно разные. Я бы не хотела раскрывать никаких имен, никаких местоположений и соображений приватности. И заключались они в том, что, к сожалению, все не всегда получалось так, как хотелось бы его семье. Наверное, в основном из-за того, что я сильно отстаивала свое личное пространство. Хотя я очень старалась всегда быть приятной и милой в общении, старалась выстроить отношения с его мамой, с его папой, с его семьей. Но это не совсем получилось. И из-за этих разногласий ситуация начала сильно накаляться. До такой степени, что мне пришлось сказать парню. Давай-ка мы ограничим мое общение с твоими родителями. И, в общем, в какой-то день ко мне приезжает мой парень и говорит. Ты знаешь, я хочу сегодня позавтракать дома, с семьей, вместе с тобой. Я говорю, мне это будет дискомфортно. Я бы не хотела. На что он мне отвечает, нет, садись в машину, мы едем завтракать с моей семьей. На тот момент я не водила, у меня не было прав. Жил он в таком месте, куда трудно доезжает такси. Соответственно, отвезти меня домой мог только он. Я застряла в этом доме. И когда я зашла в дом, я уже почувствовала что-то неладное, потому что парень вдруг мне говорит. Я, пожалуй, пойду наверх к себе, ты потом ко мне давай приходи. И быстро убегает к себе на второй этаж. Я захожу в гостиную, где сидят его родители. И сейчас я уже понимаю, что они меня там ждали. Я захожу, говорю, здравствуйте, давно с вами не виделись, как у вас дела? На что мне отвечают, давно не виделись. Что-то ты очень редко у нас бываешь, Саша. Я говорю, ну вы знаете, да, вот как-то так получается, у меня много съемок, работы. Что-то не складывалось. На что я слышу, Саша, ты знаешь, нужно поддерживать отношения. Нужно держаться вместе. А то, мало ли, кто знает, вдруг тебе завтра ноги переломают. Кого ты будешь звать? Я уже не помню, что я тогда ответила. Я помню, что пыталась только изо всех сил сдержаться, чтобы не расплакаться прямо там. Очень, очень неприятная ситуация. И как-то диалог быстро закончился. Мне сказали, все, иди. После всей этой ситуации мы еще совсем немного прообщались. И оба пришли к решению, что не хотели бы продолжать эти отношения. Вот такие вот сумасшедшие истории из моей личной жизни. Надеюсь, вам было интересно. Если это так, то поставьте палец вверх. И я прощаюсь с вами. Пойду пейте балерияночку. И всем пока. Я вас целую. Обнимаю.